Приветствую вас! Давайте я попробую вам рассказать, как я вижу эту ситуацию в данном случае. На самом деле вариантов вашей ситуации, на мой взгляд, два. Да. Первый. Первый вариант. Это такой, что какие-то события, которые произошли, ну, вот, с вами, да, во время ваших отношений, эм, какие-то события повлияли на вас таким образом, что вы почувствовали блог. То есть, может быть, это мужчина чем-то обидел вас, может быть, он как-то отреагировал. Однозначно очень, эм, ну, агрессивно обесценивающий на то, что для вас, например, важно. Может быть, вы как-то наткнулись на его стену глухую, например. То есть, что-то вас наткнуло на такую вот позицию. Это первое. Второе. Очень похоже на то, вот прямо очень похоже на то, что вы просто-напросто устали страдать. То есть, вы устали страдать и научились жить без человека. По сути. То есть, вы жили-жили-жили, а без него вам было тяжело, сложно, вам было тяжко, вот. Но вы всё-таки научились жить одна, без него. То есть, чувства, они вроде бы сохранились, да, они есть, но при этом они не причиняют уже такую боль, как раньше. Именно потому, что вы научились жить без человека. В данном случае, если это так, то это нормально. Если вам было больно и вы, значит, просто перестали испытывать боль, то это тоже естественно, потому что защитная реакция сработала вашего сознания. Значит, смотрите, какая история. А вы можете сейчас ничего не делать. Вообще-то вам и надо сейчас ничего не делать. Потому что, поскольку вы научились жить без мужчины, то вы, скорее всего, скорее всего, вы, ну, какое-то время, да, продолжите так действовать. Жить без него. То есть, он вполне возможно вернётся, а вы всё равно будете к нему испытывать какой-то холод, потому что мы всё равно привыкли. И в этом контексте, в этом контексте нужно относиться к данной ситуации спокойно. То есть, приедет мужчина, да, и вы с ним, я полагаю, расперётесь. То есть, вы почувствуете его, вы поймёте, что больше не нужно страдать, больше не нужно мучиться. Вот. И вы вновь, как бы, будете испытывать то, что чувствуете. То есть, барьер, грубо говоря, вам нужен для того, чтобы, вот, не страдать, потому что вы устали страдать. Возможно, вы дошли до определённого предела своего, когда вы чувствуете, что уже всё, что так нельзя. Либо вы перестали, как бы, человека чувствовать. Сейчас, сейчас, сделать что-либо с этим, убрать барьер, можно только, если вы увидите, что этот барьер вам даёт. То есть, от чего вы страдали, что было для вас наиболее болезненным в ситуации отношений с человеком. Именно, что было болезненнее всего для вас. Зависимость, например, от него, да, потребность, там, в том, чтобы, вот, как вы говорите, его дёргать по пустякам и так далее. То есть, вот, ваши желания какие были, с чем они связаны, на что нацелены ваши желания. Вот, это первый, это такой момент. Далее, понимаете, большая часть срока, да, что вот вы должны, ну, ждать мужчину, большая часть срока прошла. Я полагаю, что это, ну, очевидно. Большая часть срока прошла, прошла. Соответственно, вы его ждали. Вы ждали и вы хотели с ним быть. Очень, очень сильно хотели. И вот сейчас, когда он возвращается, да, уже, ну, достаточно скоро, через два месяца, вы вполне вероятно просто опасаетесь, что по итогу всё будет не так, как вы хотели, как вы думали. Как вы планировали, как вы ожидали. То есть, вы испугались, что ситуация может складываться совсем иначе теперь. То есть, вы боитесь понять, что молодой человек придёт из армии, а то, что вы ожидали, а ожидали то вы счастья, ожидали то вы того, что ваша жизнь наладится, того, что она станет прежней, что она станет другой, что она станет такой, как была. Ну, до его ухода из армии, я имею ввиду. И вы боитесь, что этого не будет. И надо сказать, что этого действительно может не быть. Потому что вы взрослый уже. И он тоже взрослый. То есть, вы за это время взрослели очень сильно. Ну, не знаю, как вы, а он, он точно взрослел. Вот. Поэтому, как раньше, скорее всего, не будет. Именно, как раньше. То есть, будет по-другому. Будет не так, как было до этого. И будет не так, как вы ожидали. Вот. Это вот нужно учитывать. Ещё немаловажный момент, на мой взгляд, заключается в том, что вы пишете, что вот, я не хочу делать ему больно, да, и так далее. То есть, это, ну, такая, своего рода, знаете, чрезмерная ответственность за человека. То есть, вы говорите, я не хочу делать ему больно, но с чего вы решили, что вы делаете ему больно? Ведь, если у вас есть чувства, они есть, если у вас нет чувств, то их нет. И, понятно, что больно не хочется делать, но, если уж чувства ушли, если это произойдёт, действительно, чувства уйдут, они вас пока не учли, что, это реальность, её лучше принять. И мужчине будет больнее, если вы будете с ним, например, не любя его или не дёргая его по пластикам, там, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, у меня отдельный тоже вопрос, а как он не заметил то, что, ну, вот, то, что вы перестали к нему обращаться, да, перестали его как-то дёргать и так далее. То есть, вот это такой тоже очень важный момент. То есть, ему что, он не заметил или не захотел замечать, или как вот это вот можно здесь интерпретировать? То есть, вопрос, на мой взгляд, достаточно важный. Вот. В целом, в целом, в целом, мне представляется так, что ваш барьер, это такая защитная реакция от той боли, боли, которую вы, которую вы испытывали, от тех страданий, которые вы ощущали. И мне представляется так, что, когда молодой человек придёт, первое время вы будете держаться с ним отчуждённо. То есть, это нужно, ну, воспринимать нормально, нормально. То есть, не нужно, вы, конечно, его встретите и всё, но вот вы отвыкли друг от друга. Понимаете? И вы склонны не идеализировать человека. Так работает защитный механизм сознания. А он, вполне возможно, как раз-таки, именно это и склонен делать. То есть, именно он, как раз-таки, склонен идеализировать, ну, вот, вас, несмотря на то, что вы, грубо говоря, не с ним сейчас. Вот. А если, знаете, вот, если бы у вас нашла любовь, то её бы просто не было, чувств. Знаете? А так они есть, просто приглушённые. Я полагаю, что в этом нет ничего страшного. Вот. Спокойно дождитесь молодого человека, пусть он, он, надо сказать, ну, спокойно вернётся. Вот. Там вы уже поговорите и всё решите. Вот. Молодому человеку лучше сказать, что вы просто, ну, просто устали его очень ждать, соскучились. То есть, как-то нивелируйте эту ситуацию, чтобы он не держал на вас зла и... чтобы вернулся, и чтобы именно в этом аспекте между вами всё было нормально. А когда он придёт, я полагаю, что вы сможете всё решить, потому что хуже всего будет, если он сейчас подумает, что вы там, ну... в кого-то влюбились, что у вас кто-то появился, и он будет о вас думать не весь что. Ну вот, это будет совершенно ужасно. Вот. И тогда ваши отношения точно завершатся. Ну вот. Тем не менее, вы сказали такую вещь, что не хотите, чтобы ваши отношения завершались, не хотите расстаться с ним. Вот. И здесь, с одной стороны, идёт ваше чувство вины. Вот. Ну, если оно имеет место быть вообще. Именно вот чувство вины перед мужчиной. Вот. Ну, за, скажем так, заранее заведомо превышающее то, что вы реально можете удержать. Вот. То есть, от чувства вины нужно стараться отойти, потому что вы никому ничего не должны, и ему не должны ничего, ему не должны ничего в том числе, потому что все-таки это любовь, это отношения, они могут как закончиться, так и, ну, продолжаться. Вот. Поэтому здесь момент такой, что вам необходимо разделить ответственность, ну, за себя и за своего молодого человека. Потому что за него ответственности вы не несёте, как бы там ни было, и кто бы что не говорил. Вот. То есть, понятно, что ваши родные и родные молодого человека так не считают, но, тем не менее. Тем не менее. Вот. С одной стороны. И, с другой стороны, важно, чтобы вы понимали свои желания, которые стоят за тем, что вы не хотите, например, расставаться с молодым человеком, в любом случае не хотите расставаться с ним. Вот. Подобные вещи тоже нужно иметь в виду, дабы вы понимали, чего вы хотите, что нужно вам, а что нужно молодому человеку. И помните, что если вы молодого человека не любите, то это не сделает его более счастливым, на самом деле. И вот тревожный звоночек в том, именно тревожный, тревожный звоночек в том, что молодой человек, по факту, не захотел понять вас. Не захотел принять вас. То есть, принять ваши чувства, ваши эмоции, ваши переживания, молодой человек не захотел. И это, конечно, весьма и весьма тревожный знак. Как тревожный знак и тот, что вы за это испытали чувство вины, хотя вам винить себя вообще не за что. на самом деле. Ибо вы ничего такого не сделали. Абсолютно. Вот. Поэтому вот это вот такая, знаете, ну как бы проявление, скажем так, созависимости, да, проявление созависимых отношений. Вот этого, конечно, желательно избегать. Потому что, опять же, это не сделает счастливыми, счастливыми не вас. Это не сделает счастливых его. Имейте, пожалуйста, это в виду. И, соответственно, вот, обязательно, обязательно, ну, думайте об этом. Потому что это, на самом деле, важно. Очень важно. А, вот. И тогда вы сможете наиболее естественно вести себя в отношениях с молодым человеком. Я думаю, именно так можно вам ответить на ваш вопрос. На этом все. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров Н.Семкин. Продолжение следует...